Ох, трэш на трэше и трэшем погоняет. Снова работа Астрон 6 под названием Мэнборг. Что ж, я жду мяс, кринж, обнажёнку и вроде как постироничный юмор. Глянем. Приветствую на канале, это Тим и да... Вот только обнажёнки нет. Человеборг, ну знаете, есть Киборг, а это Мэнборг. Значит, главный герой погибает в битве с ужасающим графом Дракулоном, что ведёт датские войска на покорение человечества. Но восстали машины из я... Нет. За всё это время злодей захватил мир или тип того, и только очнувшийся Мэнборг, не помнящий кто он, находящийся в сомнениях, не понимающий, зачем он вообще существует, может остановить это пришествие ужасных спецэффектов или нет. Ядро актёрского состава в целом не особо-то изменилось. Главный герой тут это священник из прошлого фильма. Ну как из прошлого, на самом деле, вместе с Днём Отца Мэнборг вышел в тот же год. Из-за того, что графики тут больше, фильм выглядит сильно хуже. О, эту женщину я тоже знаю. Ходяка Борделя. Что ещё поражает, так это продолжительность. Вместе со всем это час-две минуты. То есть, реальный хронометраж меньше часа. Что, как, зачем, почему? Хого чёрта тут у доктора серой моралью, пауэр-глоуф. Ладно. Главгероя быстро вырубают и отправляют с другим заключённым, человеком номер один, его с товарищами на арену. Коль скоро Мэнборг сам не знает кто он, всё сбоит, конфликты с другими выжившими происходят, одного из которых, очевидно, озвучивает совсем не тот человек, что играет. Итак, открывается интересное. Мэнборга создал учёный, работающий на антагониста. Именно он случайно открыл портал в ад, изучая что-то. Потому что, ну, учёный же, он делает всякие учёные штуки. Вообще, для них обычное дело случайно открывать портал куда-то. К счастью, злому гению удается искупить вину, встать на путь исправления, что уважаемо, конечно. К женщине подкатывает отвратительный монстр. И, видимо, ничто человеческое ему не чуждо, наверное. Полагаю, это такой неловкий комедийный момент. Запрещённая любви. Дорого стоит. Но, то не единственная побочная сюжетная линия. Дело в том, что подруга, женщина из сопротивления, в детстве была похищена злодеями и преобразована в ужасающий, опасный, смертоносный гибрид. Трагедия? Трагедия. Знаете, тут арки персонажей гораздо лучше, чем в современных The Way Marvel, что не может не радовать. Человек номер один обучает Менборга, наставляет... Ну что же, небольшая трагедия, печаль. В самом начале он оставляет своих друзей в попытке сбежать и боево. Величайшего мастера боевых искусств пытались заставить тренировать армию Дракулона. Но он остался непреклонным. Невероятно мощный комедийный эффект. Оказывает запись доктора. Ибо обычно это, ну, буквально запись. Однако ж, в этой крохотной пластиковой штучке содержится полноценный искусственный интеллект. Который, как окажется позже, еще и связан с неким загробным миром. Хотя в конце призрак брата ГГ говорит, что о районе ты думаешь, ха. Но был же открыт портал в ад. Значит ли это, что злобная армия Дракулона не из ада? Или они уже покорили рай? Или этот призрак пытается манипулировать персонажами ради каких-то своих целей? Или это не призрак вовсе? Ибо я лью воду, дабы об этом фильме рассказывать особо нечего решать только вам. Злодей повержен. Но о беда, о трагедия, о горе. В неравной битве с ордами зла от удара повелителя тьмы падает женщина. И герой. Отсылаясь к величайшей части терминатора, жертвует собой. Ради того, чтобы ее спасти. Понимаете, насколько это глубоко? Зло повержено и в герою больше нет нужды. А женщина символизирует жизнь. Новую надежду. Продолжение рода человеческого. Возможно, она вообще последняя женщина во всем мире. Тогда ей предстоит очень много работы. Но не важно. Не важно. Это ли не чудо? Черт возьми, насколько это глубокий фильм. Или нет? Уф. Там в заказе еще одна работа. Астрон 6. Но лучше я перебью ее чем-то другим пока что. Опять какая-то внятная трошанила. Неполный мусор. Но все равно жаль потраченного времени. На этом, пожалуй, у меня все. Подписывайтесь на канал и бустите. Спасибо за внимание. И пока. Субтитры подогнал «Симон».